Ребят, на сайте ClashKing можно приобрести недорого гемы в Clash Royale. Также здесь есть очень прикольные сундучки, где можно выбить лего, можно выбить аккаунт, можно выбить гемы. И много чего интересного по доступным ценам. Также я на каждом стриме разыграю бесплатные промокоды, введя которые вы получите игровую валюту совершенно бесплатно на этом сайте. Поэтому нажмите на колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать стримы. И также здесь очень интересные мини-игры, где вы можете играть друг с другом. Обязательно переходите на этот сайт, ссылочку на него я оставлю в описании. Всем привет, дорогие друзья, новый выпуск по Clash Royale. Сегодня, ребят, у нас тема ролика будет про такую карту, как шарик. Очень редко ее используют, очень редко я записываю с ней видео. Но поводом послужило то, что шарик здесь будет 8 уровня сегодня. Я прокачаю шарик до максимального левела. То есть типическая карта 8 уровня, это реально круто. Не каждый день такие карты прокачиваем. С нами сегодня, кстати, в скайпе Кристал. Да, привет всем. Значит, как сегодня будет происходить событие на этом аккаунте. Я прокачаю шарик на видео, а играть буду не я. Вот так вот. Да, я думаю, что вы даже будете довольны, что буду играть не я, потому что Кристал лучше прокомментирует атаки свои. Заодно покажет вам колоду. Возможно, вы ищете колоду с баллоном. Ну и также у Кристалла есть инстаграм, где он составляет деки своим подписчикам. Рандомным образом. Ссылку на него я оставлю в описании. Обязательно подписывайтесь. Ну и пишите ему в директ, чтобы он вам составил колоду. Да, спамьте ему. Вот. Ну и давайте потратим 100 тысяч золота на прокачку эпика до восьмого уровня. То есть шарика. Ну, поехали. Восьмой уровень. Та-дам. Отлично. Плюс 100 хитпоинтов. Смертель урон плюс 35. Урон в секунду плюс 3-4. И плюс к здоровью. Это первая эпическая карта. А, нет, стоп. Это вторая эпическая карта. Это третья. Третья? Какая вторая? Бочка. Ух ты. А я об этом не знал. Ты мне об этом не говорил. Очень жаль. Да, она давно уже была. Блин, а я бы гоблинскую... Ну, в принципе, сейчас с гоблинской бочкой много колод. Что показывать? Спеллбейт и игра. Кроме спеллбейта, блядь, ничего. Да. В общем, ребят, прокачали шарик до восьмого уровня. Это теперь будет круто, мощь. Ты будешь использовать эту карту часто? Да, в гоболе буду играть. В общем, теперь, ребят, я перехожу на свой аккаунт. И сейчас будем смотреть бои, онлайн-бои с Кристалом. И он будет их комментировать. Первый повтор, первый противник. Колоду ты не менял, да? Колода осталась та же. Да, не повтор, а онлайн-бой. Ой, онлайн-бой, я извиняюсь. Я хотел, конечно, чтобы он показал колоду с лавой, шар. Ну, возможно, она всем надоела, но у него лава не прокачена, поэтому играет он такой вот нестандартной колодой. Мне она, честно, вообще не нравится. Я не знаю, как с ней играть. На мое мнение, ее легко дефать. Ну, давайте смотреть. Сейчас посмотрим. Это, походу, спеллбейт еще. Ну, да. Не, ну, летучие мыши, возможно, с этим... Мортирой, может быть. Мортирой, да. Да, это мортирный. Так и есть. Возможно, шахтер, не знаю. Так, окей. Ну, слушай, два вида мух тебя контрят, да? Ну, да. У меня только запад. Ну, такая колода, если честно, мне не сильно нравится. Но я уже в начале ролика сказал, что шарик не популярный, поэтому удивляться тут нечему. Лава шары, наверное, самая лучшая связка с шариком, нет? Кстати, да. Ну, одна из самых худших, да. А какое, на твое мнение, с шариком лучшая комбинация? С мега-рыцарем еще хорошо заходит. Ну, опять, эти омега-рыцарь не прокачан, ты этого показать не можешь. Ну, смотри, шарик долетел и сделал одну тыкру. Да, 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 да. Именно. Окей. Ладно, комментирую бой, что тут вообще происходит. Сейчас буду стараться поставить сборщик и попытаться словить шахтера. Ага, у тебя еще и шах... Ага, у тебя еще и шахтер. Я, кстати, не обратил на это внимание. Да. Мортира. Не дает тебе поставить сборщик. Сейчас будут мыши, скорее всего. Да. И зап. И зап. Ага. Так. Хорошо. Ледяным големом. В принципе, один шарик остался. Право, да? С носа, вышку, да. А как ты смотришь на колоды шарик плюс фриз? Или их таких нет у колод сейчас? Нормально. Так у меня шарик плюс фриз. А у тебя фриз? Да, блин. Сборщик, фриз. Я вообще в начале колоду, видимо, не посмотрел, когда прокачивал шарик. И меня, не знаю, на это внимание не обратилось почему. Ну, окей. В сторону уже. Потому что. Ну, да. Да, да. Можно добить, в принципе, сейчас через фриз. Окей. Так. Ярдомух. Фризуюсь. Слушай, ну да. В принципе, эта колода неплохая, прикольная, с фризом. Интересно. В начале говно колода. Ну, я серьезно. Я думал... Блин. А, я понял. С мега-рыцарем мне не нравится колода. Я вообще ее не понимаю. Шахтер, мега-рыцарь и шарик. Я эту колоду просто дефал на изи. Не помню, какой декой. Ты мне, по-моему, колоду какую-то составлял. И я просто на изи чех ее задефал. Ну, возможно, противник хреновый играл. Не знаю. Ну, мне она не понравилась. Мне вообще так хорошая. С шахтерами, мега-рыцарь и шариком. Но, мега-рыцарь третий, к сожалению. Да, в глобале. Меня немножко, ребят, подлагивает. Вы уж извините. Это у меня проблемы вечные с фай-фаем. Вот. Ну, надеюсь, не критичны лаги. Если будет что-то зависать, я какой-то момент вырежу. Первый поединок у нас победный. Какой рекорд у противника? Посмотри, пожалуйста. Сейчас скажу. 5-700. 5-700. Достойно. Поехали дальше. Я бы так не сказал, но ладно. Так, новый противник подбирается. Окей. Хогушка. Ну, сейчас он тебе, конечно, навешивает. Это будет сложно, да. Да, сейчас ты устанешь постоянно ловить Хога, потому что цикл крутится у Хога очень быстро. Окей, комментирую поединок ты, потому что что... Как спиннер, да. Сейчас будем пытаться зафризить что-нибудь. Как спиннер. Фиджет спиннер. Вот это сравнение. Быстрый цикл колоды, как спиннер. Да. Крутится как спиннер. Так, ладно. Так. Сейчас борщик поставлю, потому что он потратил фаербол. Сейчас пойдет Хог, скорее всего. Да. Что это у него за колода? Мегалем, да? А нет, кто? Прыцарь. Рыцарь, да. У него еще очень сильный этот. Мушкетер, скорее всего. А. Блин, немножко подлага, ребят. Извините, честно. Я ничего с этим поделать не могу. Ну там, чисто так, секунда может зависнет, потом нормально. Поэтому я это все вижу, если будете писать в комментариях, как ты монтируешь и не видишь, что лагает. Я вижу, но ничего с этим поделать, к сожалению, не могу. Так, окей. Что сейчас планируешь делать? Пуш, атаку. Мегамуха. Воздушная такая, бека вся у меня. И ледяной голем. Да, я не готовлю фриз на дань в лучнице все-таки. На лучнице? А на вышку не будешь? Ну и где фриз? Я попутал. Прикольный фриз? Да, у него. Нормальный фриз. Ну смотри, смотри. Это минус вышка. Так было все запланировано, да? Да, да. Сначала отвлечь внимание на то, что ты готовишь фриз. Мы все ожидаем фриза, его нету, а потом ты в конце фриз и заешь. Я остался, соперик не ожидал. Ты обманул и нас, и соперник. Хороший ход. Это ход гения. Окей. Ставится снова сборщик. Хорошо. У тебя колода тоже относительно недорогая. У тебя все карты... Только шарики и сборщик вроде бы, да, дорогой? Ну все остальное 4-3 эликсира. Да, остальные дешевые. Да, в принципе, слушай, а я эту колоду не видел. Может и я когда-нибудь попробую. У меня тоже шарик скоро будет не 8-го, но 7-го уровня. Вообще, возможно играть на таких кубках с 7-м шариками или... Да, но сложно. Окей. А зачем ты поставил второй сборщик? Да, я хотел отдать преимущество сопернику. Немножко, чтобы он вышку зацепил фаером. Я иногда не понимаю действия кристалки. Ладно, комментирую поединок дальше. Что ты... Ну, в принципе, я вижу, что ты делаешь, но... Фриз. Оп. Ты. Интересный фриз, когда активировано главное здание. Не надо здесь. Ну мне ли тебя критиковать сейчас, господи? Окей, ледяным големом отвлекаешь рыцаря, лучниц и миньончиков. Тебе не кажется, что тебе сейчас будет сложно? Один шарик нужен и фриз один, поэтому... Хотя, в принципе, у тебя было два сборщика, ты должен иметь преимущество. Да, все, да, гг. Тап. Отличный зап. Просто вы видели, сколько хитпоинт осталось у шарика. Слушайте, ну, мы весь бой больше угорали, чем... Причем, это, обе вышки снес поинку. Да, да, только шариком. То есть, колода, я назову видео, колода с пламенным драконом, а не с шариком. Хотя, у нас тема ролика про шарик. Ну, погнали, последний бой. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если хотите больше видосов с онлайн-атаками Кристалла и его комментариями. Он так часто комментирует поединки свои, да? Да, да, в комментариях будет это. Я первый, ставьте лайк, чтобы мама жила вечером. Не-не, в комментариях будут. Ты постоянно перебивал Кристалла, ты не давал ему сказать. Ты почему... Ты почему не давал ему слова? Почему ты вставлял свои пять копеек? Окей, я молчу, давай. Весь бой комментируешь. У нас мортира с ракетой, поэтому будет сложно играть, потому что ракета контрит шарик в соло. И еще сборщик. Я извиняюсь, что я добавил, блин. Извиняюсь. И поэтому будем стараться быстро крутиться с шариком, чтобы у него не было ракеты. Блин, я не могу молчать, я не могу молчать. Это привычка. Да, приз. Ну да, то, о чем ты и говорил. Так, тихай. Приз. Я вижу, что мы кривые игроки. Это нормально. Это... Ребят, на самом деле это такая тактика. Дать противнику понять, что ты нуб. Он при этом расслабится, да? А в конце ты просто разнесешь его там на три короны, да? Ну, кстати, если бы я вкинул фриз ровно, там торнадо все равно было, поэтому все нормально. Ну да, понятно. Ну, тычку бы успел шарик сделать. Не-не-не, не успел бы. Не, не успел. Там все по таймингу было, да? Окей. Так, мортира. Ну, это он для мортира. Но еще одну карту он не показал. Я думаю, там стрелы. Это стрелы. Или бревно. Беревно, скорее всего. Что вообще скажешь? Сможешь эту деку играть? Сейчас увидим, думаю, да. Так. Сейчас фриз. Оп. Ну, там торнадо. Ледяной дух, но нет смотри... Ай, блин, торнадо. Главное, чтобы не активировать главное здание. Отлично. Да не, он не такой. Не такой скилловый? Да, как я. Блин, опять я комментирую бой. Все, я молчу. Короче, сейчас еще мортира будет, и нам нужно ее задефать пламинем опять же четвертый раз или третий. Да. Возможно, его один раз. И фриз. Фриз, да. Ну, блин, у него реально контр-колода, нет? Торнадо. Да, очень много мусора, поэтому, да, довольно сложно. В принципе, не такая же контр. Ну, не знаю, шарик там... Ой, шарик, извиняюсь. Циклон. Циклон. Ну, ладно. Ну, по крайней мере, он сейчас дефает самому, поэтому у нас хоть в этом плюс. Да, вижу. И дошли... Ну, блин, торнадо плюс у него мортира, но он постоянно отвлекает... Меняет таргеты твоим юнитам, понимаешь? Ну, сейчас посмотрим. Да, тут ничья, скорее всего. Если я не солью. Но мы не будем этот поединок вырезать. Я думаю, ребят, что вам интересно и поражение, и ничьи, и победы, поэтому... Особенно ничьи. Особенно комментарии Кристалла в этом поединке. Да, и шарик, бро. Шарик. Давай, фриз. Оп. И тычка. Вау. Слушай, а тебе как насчет ракеты в этой колоде? Сейчас возьму, подожди. В магазин сбегаю. Давай, нажми на паузу. Ой, так, слушай. Ну, крыса, я хоть недавно ракету кинул на выру. Ну да, крыса. Слушай, я вот немножко отвлечемся, наркоманил, и вот у меня такая идея пришла в голову. А как ты смотришь на то, чтобы в игре добавили контр-фаербола, контр-ракеты, чтобы их можно было зафризить, я не знаю, что-нибудь с ними? Мне, кстати, я тебе об этом говорил на стриме, типа, круто было по себе фаербол, можно другую фаербол сбегать. Да, я тебя, извини, не слушал, погнали в следующий бой. Я не сомневаюсь, что ты меня не слушал. Вот. Ну, это идея прикольная, да? То есть, ну... Да, больше типа это скилл. Насчет торнадо, это, ну, блин, было бы не сильно лентабельно, там, по-моему, торнадо оттягивать. Ракету, да. Но ракету на ракету, к примеру, там, фриз, заморозить ракету в воздухе. Что, опять мортиры, что ли? Не, мне кажется, это хок. Какой-то странный хок, он бы уже кинул хока быстрее, чем... Ну, может, в цикле нету? Нету, но у тебя сборщик стоит. Окей, все, комментирую, я тебе даю право комментировать бой, потому что постоянно я тебя перебиваю, будут меня в комментариях обсирать, почему ты не даешь его дать. Ты уже четвертый раз говоришь, по-моему. И, по-моему, я не затыкаюсь, я снова говорю, говорю, говорю. Ладно, ставим еще один сборщик, чтобы узнать, что у него за колода. Ну, это хок, а, да, хок. Ну, я же говорил. Я разбираюсь в колодах, видимо, лучше, чем ты. Ну, окей, окей. Сейчас, кстати, много урона пропустим из-за его запа. Да. Но ты как-то задефался, я думал, ты минуснуть тебе вышку. Так. Сейчас, я думаю, можно еще один сборщик поставить, наверное. Да. Лево, да? Да. И, в принципе, а, нет, до ледяного голема не прокручиваемся. Если будет справа атака, будешь и дефать? Да, и сразу перейду в контратаку. Ага, ледяной голем. Шарик. Я там задефался, потому что там стоит сборщик, а я его не хотел терять. Если что. Так. Так, и... Все, это минус вышка. Даже фриз не нужен будет, да? Да, у него воздуха нет, он научится потратить слева вроде. Да, неплохо, неплохо. Ставим еще сборщик. Блин, можно было приз на головное здание кинуть по фамилии. А вот тот твой сборщик, который ты ставил за 35 секунд до конца боя, так можно делать? Или ты, как говоришь, давал фору противнику? Просто я заметил в дешевых колодах... Какая разница, ты это делал? Вот. Я что-то такого не помню. Прикольный фаерболл с его стороны. Да, и все. Просто я заметил, что в дешевых колодах позволяет себе сборщик ставить прям... Даже если время двойного эликсира уже идет... Ну, если ты в себя уверен, то ты можешь ставить сборщик. Ну, ты знаешь, что будет в бой идти еще, допустим, минуты две, и ты уверен в этом, то можешь ставить сборщик. А если уже вот конец, смысл сборщик ставить нет. Трешечка, да, у нас получилось? Да. Вот. Ну, в общем, выпуск был больше таким, не знаю, по большей части общительным, ну, не знаю, веселым, чем информативным. Давай в конце подытожим, дай какой-то совет про эту колоду, как вообще правильно с ней играть, и когда использовать фриз лучше, когда, ну, как ставить там сборщик. Ну, вообще, какой-то совет про эту деку, минимальный. Ну, в общем, до двойного эликсира нужно ставить сборщики и стараться не пропускать много урона. А на двойном эликсире уже можно заходить с шариком и с фризом. Ну, плюс на контратаках можно просто шарики дать, ну, до двойного, чтобы как-то напрягать соперника. Ну, фриз лучше не палить, да, до того момента, пока ты, во-первых, колоду... Ну, противника полностью не будешь знать. Ну, и, во-вторых, время двойного эликсира. А, даже дело не в палить, а в том, что сложно отдыхаться будет, потому что ты уходишь в большой минус, когда трачешь фриз. Ну, в общем, ребят, такой, как-то так получился выпуск. Я надеюсь, оно вам понравится. Мне, например, понравилось записывать в таком формате видео, смотреть и наблюдать за атаками Кристалла, за его комментариями. Блин, весь бой комментировал, не давал мне даже слова сказать. Вот, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, обязательно подписывайтесь на инстаграм Кристалла. Если там наберется тысячу подписчиков, мы сделаем какой-то подгон, вам что-то разыграем. Вот, возможно, Кристалл вам индивидуально колод... Ну, не знаю, что-то придумаем вам интереснее. А я еще это, там и трансляцию провожу. Да, это очень интересно, да, это мотивирует подписываться на твой инстаграм. В общем, Кристалл, набираем тысячу подписчиков, и ты делаешь какой-то подгон моим сабам, да? Да, да, да. Мы придумаем что, пока сами не знаем, поэтому подписывайтесь на его инстаграм, на мой канал, ставьте лайки, если хотите больше видео с комментариями Коли. Все, на этом буду прощаться, спасибо за просмотр, до новых встреч. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok